В Дании выписали первый штраф за ношение никаба, а в США прошел показ мод для кошек. Обо всем этом прямо сейчас. На севере американского штата Юта бушуют лесные пожары. Возгорание произошло вчера после удара молнии. Из-за сильного ветра и сухой погоды огонь быстро распространился по лесу. Уже сгорели почти 3000 гектаров леса. Пламя приближается к жилым домам. Жители отдаленных ранча прислушались к рекомендациям властей и временно перебазировались в безопасные районы. Хотя к тушению привлекли сотни пожарных, огонь пока не локализирован. Если пострадавшие от стихии, пока неизвестно. Ребята, которых спасли из затопленной пещеры, покинули монастырь. 11 юных футболистов и их тренер были послушниками в буддийском монастыре 9 дней. В знак благодарности за свое спасение. Кроме того, таким образом они почтили память дайвера, погибшего во время спасательной операции. Цифра 9 не случайна. Именно столько дней ребята с тренером находились в пещере, пока их не обнаружили спасатели. Теперь подростки вернутся к спортивным тренировкам. На испанской Майорке пришлось эвакуировать туристов с популярного пляжа Кала Домингос. Причиной стала трехметровая голубая акула, заплывшая на мелководье. В момент появления непрошенной гости в воде находилось много отдыхающих, в том числе маленькие дети. К счастью, люди отделались испугом. Для акулы же все закончилось трагично. Биологи и полиция попытались проводить хищницу дальше в море, но не получилось. В итоге ее вытащили из воды и попытались эвакуировать с пляжа. Но акула умерла. Теперь защитники животных требуют пояснений, почему это произошло. Уникальный мастер работает в одной из парикмахерских Буэнос-Айреса. У 21-летнего Габриэля Еревеи от рождения отсутствуют части рук до локтей. Тем не менее, это не помешало ему пойти по стопам старшего брата парикмахера и стать не менее искусным мастером. Парень говорит, сначала тренировался на домочадцах, а потом приступил к работе в парикмахерской. По его словам, даже самые требовательные клиенты восторгят результата. 28-летняя женщина из города Хирсхольма стала первой жительницей Дании, которую оштрафовали за ношение мусульманского головного убора в общественном месте. По данным местных СМИ, полиция остановила женщину в торговом центре. Уведомление о штрафе в размере 1000 крон, это 134 евро, ей поступит по почте. 1 августа в Дании вступил закон, запрещающий жителям страны скрывать лицо в общественных местах. Под запрет, кроме мусульманских паранджей Никаба, подпадают также лыжные маски, накладные бороды и усы. В Нью-Йорке прошел ежегодный показ «Мод для кошек». Участниками действа стали около 10 хвостатых модниц. Кисок, одетых в стиле 20-х годов прошлого века, выносили на красную дорожку сами хозяева. Тему показа в этом году так и назвали «Мурчащие 20-е». Организаторы уверяют, что их «Мяу-модели» получают огромное удовольствие от происходящего. Главная цель таких показов – привлечь внимание к проблеме бездомных животных. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok